Школьники Красносельского района предлагают усилить контроль за любителями шашлыков. В администрации прошла восьмая научно-практическая экологическая конференция. В настоящее время экологической проблемой является большая рекреционная нагрузка на данную территорию. Десятиклассница Ульяна вместе со своими сверстниками провела исследование всех парков района. Например, в дикой части Южноприморского молодые экологи изучали возраст деревьев. Многие из них, как оказалось, растут здесь еще с XVIII века. Однако они страдают от рекреационной нагрузки, особенно в летний период, когда эту зону горожане превращают в место для пикников. Но больше всего ущерба наносится водоемам района. Управлению Красносельского района стоит выделить особые места для пикников на реке Ивановке. Каждый человек, если он не убрал мусор, если он оставил какую-то напакостил, наследил, как уже было сказано, то просто чтобы он заплатил штраф, причем не только денежный, но и работами. То есть, чтобы его заставили убрать за собой и заплатить за это. Подростки также готовы взять на себя часть функций по профилактике загрязнения района. В частности, организовывать для учеников своих же школ и лицеев экологические экскурсии по паркам, рекам и озерам Юго-Запада. Как подметили в администрации, предложения молодых специалистов найдут применение. Идеи, которые тут докладываются, и те работы, которые в конечном счете номинируются, они являются в том числе материалом, на основе которого строятся планы развития района. Сегодня Красносельский район считается самым экологически благоприятным в Петербурге. Быть зеленым и чистым ему помогает в том числе и экологическое движение, которое в районе самое массовое и развитое в городе. В экодесанте состоят свыше трех тысяч молодых жителей Юго-Запада.